Офигеть, ребят, мы создали карту как в Among Us, это просто жесть, смотрите, ребят, мы все появляемся, убегай, убегай от них, это все импостеры. Всем привет, с вами Велирити, и в сегодняшнем видео я буду строить карту в Броу Старс как в Among Us, но сам бы я не справился, поэтому я пригласил интернет-эксперта Мирона. Привет! Чтобы создать карту, нам нужно зайти здесь в настройки и нажать на создание карты. Как видите, я уже создавал карту, она называется Подпишись Ля, понял намек? Но эта карта была фиговая, я создал новую офигеннейшую карту, называется она Among Us, смотрите, ребята, что я здесь сделал. Вот так вот она выглядит, смотрите, начало начинается возле вот таких вот столов, как, в принципе, и в Among Us, здесь всего лишь 5 столов. И смотрите, ребята, что я придумал, вместо люков я использовал вот такие вот кусты, то есть в них можно прятаться, и тебя не будет видно. Вместо квестов я сделал вот такие вот черепа, то есть их разбиваешь, и ты как бы прошел квест, но их могут выполнять и импостеры. А вот такие вот квесты, типа с анимацией, да, по которым можно вспалить, импостеры или нет, их могут выполнять только мирные жители, они разбивают бочку, например, берут с нее энергию, и тогда все знают, что он не импостер. О, ты круто придумал! Спасибо, смотри, это не все, смотри, что дальше. У нас дальше, ты спускаешься вниз, здесь есть такая маленькая комнатка, здесь есть два квеста, по-моему, ты их можешь пройти. И больше здесь, в принципе, ты ничего не можешь сделать, только здесь есть такая костяшка, это типа, когда есть саботаж, по-моему, включают, и тогда должен туда идти, типа, и должен ее разбить. Смотри, дальше ты идешь, здесь вместо камеры я тоже поставил кустик, то есть здесь могут отправиться мирные жители, понял, и смотреть. Импостер кого-то идет, убивает, и тут, типа, мирный вылазит и крутится, понял, и, типа, сразу же бежит, понял. Понял. Но, когда ты смотришь в камеру, ты же знаешь, что она светится? Да. Ну, смотри, то есть импостер может подойти здесь в кусты и увидеть, стоит там кто-то или нет, то есть узнать, смотрят за ним или нет. Прикольно. Но так делают только, в сути, импостеры, так что он палится, и заодно может кого-то увидеть и сразу же убить. То есть это рискованно, но тут такая фишечка есть. Дальше идет вот такая вот комната, где ты какие квесты проходишь, ты помнишь? Навигация. Навигация, ну вот, здесь можно пройти навигацию и тоже два мелких квеста. Тут тоже есть люки, так что здесь может прятаться импостер, осторожно, нужно очень играть. Вот здесь вот есть люк. Дальше ты спускаешься в эту комнату, ты знаешь, что это за комнату? И что здесь такого интересного? Тут квест, по которому можно узнать, кто импостер. Да, короче, здесь типа проходите квест, и знаете, здесь начинает светиться, то есть свет. Поэтому я поставил ящик, его опять же разбиваешь, получаешь энергию, и типа ты мирный. Дальше у нас идет вот такая вот комната, здесь обычно саботажи делают, но я тут еще не придумал, что делать. Дальше идет комната, там где вот эти вот ящики лежат, да? Да, да. Посередине, здесь типа мусор выкидываешь, тоже квест есть. Здесь тоже есть квест. Здесь идет комната, там где ты можешь смотреть, в какой комнате находится, понял? Да. И здесь сюда вот как раз выходит на главную комнату. Дальше идет у нас мент-пункт. Кстати, смотри, здесь тоже есть кусты, типа здесь должна быть камера, то есть можно тут постоять и прятаться, так что осторожно. Вместо кровати я поставил ящики, я не знаю, почему, ну просто так захотелось. Опять же, здесь есть люк, сюда мы перепрыгиваем в электричку. Здесь у нас камеры типа, ну камеры на самом деле нет, вместо них я придумал кусты. Здесь проходишь сканер, блин, сканер тоже по нему можно понять, кто импостер, да? Да, да. Поставим здесь ящик. Что ты делаешь, ты не так строишь? Как можно строить, ты что? Я пять лет в Майнкрафт играл! Молчу, как построить. Надо только один ящик. Хорошо, вот так вот? Да, да, да. Хорошо. Дальше после мидпункта мы можем пройти, как она называется, реакторная? Не, реакторная в другом месте находится. Я, кстати, сделал безреакторной, потому что места просто не хватило на карте. Она квадратная, а в Among Us карта типа плоская такая и просто никак не хватило места для этой комнаты, поэтому вместо нее я поставил здесь опять-таки типа камеру. Здесь проходишь на камеры, здесь есть люк, люк. Здесь, короче, должен стоять мотор типа, понял? Поэтому вместо него я сделал вот такую вот штуку. Короче, дальше ты спускаешься, идешь вниз-вниз-вниз. Здесь, короче, электричество. И вот такая вот карта, короче, ребят. Надеюсь, она вам понравится. Короче, мы сейчас с Мироном сыграем в нее. Но я, короче, думаю, что лучше всего в нее сыграть на стриме. Короче, я когда запущу стрим, начну играть в эту карту. Вы все сможете добавиться, потому что, смотрите, легко можно добавиться. Так, а, стоп-стоп-стоп, нужно сохранить. Чуть не вышел, прикинь. Так, чтобы поиграть в нашу карту, нам нужно нажать здесь на дружескую игру. После чего мы выбираем нашу карту, да? Все правильно делаю. Нажимаем Among Us. И теперь по коду, по коду, а где код? А, я должен убрать вот здесь вот, не беспокоить. И теперь по коду ко мне сможет зайти любой игрок. И мы сможем спокойно поиграть в Among Us в Броу Старс. Я думаю, так еще никто не делал. То есть, так играли, по сути, но карту уж никто не создавал. То есть, реалистичную карту, в которой можно будет поиграть. Давай, заходи, короче, ко мне. Так, вот мы ирон уже добавляется. Нажимаю принять. И, как видите, он легко зашел ко мне в команду. Давай начнем игру. Посмотрим, что произойдет. Ну, так как мы играем с ботами, само собой, там будет твориться бардак. Но если играем десятером, то просто будет нереально. Я типа говорю, кто импостер, там тихо кому-то в сообщении. Они знают, и просто все начинают бегать. И только импостеры могут убивать. Так, смотри, боты начали там драться. Они ящики разбивают. Мои кровати. Уйди отсюда. Мы не импостеры, да? Да, да, да. Все, прячемся на камере. Эй, ты импостер! Ты был импостером? Да, я был импостером. Блин. О май гад, как же это изи. Так, теперь надо всех мочить. Замочил своего импостера второго. Блин, там чувак кровати разбивает. Но так делать нельзя. Ау. Что ты творишь? Вот чмошник. Он меня сейчас убьет, наверное. Лучший. Лучший хостер. Просто лучший. А, блин, знаешь, они не учли. Ты только что заметил. Карта же уменьшается. Яд, яд, блин. Яд, идиот. Это ж намного интереснее даже становится. Получается, да. Карта уменьшается, ты не можешь уже выполнить квесты. То есть, вначале тебе нужно бежать сразу же квесты выполнять, которые типа тебе нужно выполнить. И получается, игра будет намного интереснее. А не знаешь, как все ходят в кучу, понял? И тогда 100% выигрывается. Потому что здесь реально очень сложно как-то играть за импостеров. Хотя, в принципе, мне понравилось. Кстати, в этой карте ж можно выбирать любого себе персонажа. И делать всякие, типа, понял? Подлости для импостеров. То есть, например, Боб взял, гаджетом себе подхилил, понял? Ульту. Кидаешь минки, там какой-то чувак идет. Импостер, типа. И он на минках, типа, взрывается. Ну, то есть, какие-то заподлянки можешь делать. Восьми битом, там, понял? Телепортироваться через всю карту, понял? То есть, такие вот приколы можно делать. То есть, набивать себе ульту можно. Главное, нельзя убивать, понял? Если ты не импостер. И на Дерриле, там, укатываться, типа, от импостера. Типа, импостер выходит с кустом, тебя пытаются убить. Ты убежал. И всем рассказываешь, что, типа, вот импостер, понял? И, кстати, нужно придумать правило, типа, что импостера, если мирный знает, что это импостер 100%, то его тогда можно убивать, типа. Если убить всех импостеров, то ты убивал. Ты убиваешь мирного, типа, то все. Ты вылетел навсегда. И больше не играешь в эту игру. Чтобы не убивали просто так, понял? Короче, ребята, ждите стрима. Ты уже хочешь поиграть в 7-10 играх? О, будет нереально круто. Также, ребята, подпишитесь с колокольчиком, чтобы не пропустить этот стрим. Ставьте лайк под этим видео. И посмотрите, как скачать читы для Амок Ас в этом видео. Всем спасибо за просмотр. И всем пока!